Обвиняемого в отмывании миллиардов россиянина хотели убить в тюрьме в Греции Россиянина Александра Винника, подозреваемого в США в отмывании 4 миллиардов долларов на криптовалютной бирже, собирались убить в тюрьме в Греции Об этом сообщил РИА Новости источник в греческих правоохранительных органах По его информации, мужчину собирались отравить в тюрьме солоников, прибегнув к помощи криминальных элементов О покушении узнали в начале года благодаря оперативной информации О происходящем рассказали Виннику, ему запретили брать у посторонних людей какие-либо вещи, еду и воду Ему также усилили охрану, в том числе для передвижения по тюрьме Кроме того, мужчине нельзя общаться ни с кем, кроме очень узкого круга лиц Все началось после того, как удалось заблокировать выдачу Винника в США Есть лица, крайне заинтересованные в том, чтобы он не приехал в Россию Заказчиком является неизвестное лицо из России, уточнил источник Он указал, что никакие спецслужбы к этому не причастны Также нет связи между этим делом и делом отравленного в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля По данным другого источника агентства, Винник написал явку с повинной российскому следствию и заявил, что готов помочь в расследовании преступлений в сфере финансовых технологий Попытка убийства напрямую связана с поступившими от него в правоохранительные органы России заявлениями о преступлениях, затрагивающими широкий круг лиц, указал собеседник В России Винника обвиняют в мошенничестве на сумму в 667 тысяч рублей Осенью 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче мужчины российской стороне Винник был арестован в июле прошлого года, когда проводил отпуск на севере Греции В гостиничном номере, где жил россиянин, обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты В отчёте правоохранительных органов говорилось, что россиянин с 2011 года руководил преступной группой, которая через сайт бычи занималась легализацией доходов от преступной деятельности Речь идёт о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, краже личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты В США ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф Больше важных новостей в Т.А.Л.И. и Дж.А.Р.И.М. канале, лента дня Подписывайся, перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.ком Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком Субтитры создавал DimaTorzok